Итак, взяв верховных апостолов, возвел их на гору высокую одних и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце, одежда же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Евангелие от Матфея, 17 глава. Почему Христос берет только этих учеников? Потому что они превосходили прочих. Петр сильной любовью к Иисусу. Иоанн особенно любовью к нему Иисуса. А Иаков ответом, который он дал вместе с братом своим. Можем испить чашу. 20 глава Матфея. И не одним ответом, но и делом, как и другими, так и теми, которыми он оправдал свои слова. Для чего же Иисус же не тотчас возводит их? А для того, чтобы прочие ученики не пришли в смущение. Потому же он не говорит даже и об именах тех, которые взойдут с ним на гору. В противном случае, прочие ученики сильно пожелали бы следовать за ним, чтобы видеть образ будущей славы. И воскорбели бы, как будто презренные. Хотя Христос намеревался показать славу свою и в чувственном образом. Однако же и это было для них вожделенно. Для чего же тут являются Моисей и Илья? На это можно много представить причин. И во-первых, так как одни из народа почитали Христа за Илью, другие за Еремию, а иные за кого-либо из древних пророков, то и являются главные пророки. Чтобы, видимо, было различие рабов от Господа и то, что Петр справедливо похвален за исповедание Христа Сыном Божиим. Можно указать и далее. И вторую причину. Иудеи часто обвиняли Христа в преступлении закона и в богохульстве. Будто бы Он похищал славу Отца, Ему не принадлежащую. Поэтому, чтобы показать, что оба обвинения произошли от зависти, а Он свободен и от того, и от другого, то есть, что Он ни закона не приступил, ни славы не принадлежащей Ему не присвоил, называя себя равным Отцу, Он представляет мужей, прославившихся и исполнением закона и ревностью к славе Божией. И вот голос из облака глаголюще «Сей, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте!» Когда Бог изрекает угрозы, тогда показывает мрачное облако, как, например, на горе Синайской «Моисей вступил в середину облака и взошел на гору» Исхода 24 глава «Восходил от нее дым, как дым из печи» 19 глава исхода Здесь же, поскольку он имел намерение не устрашить, а научить, является светлое облако И в то время, как Петр сказал «Сделаем три кущи», сам он показал сень нерукотворную Вот почему там курение и дым печной, здесь свет неизвеченный и голос Потом, чтобы показать, что не просто говорит об одном из трех, но именно о Христе Прочие двое, когда раздался голос, удалились Потому что, если бы сказано было просто о ком-нибудь из них, то по удалении двоих не остался бы один Иисус Почему же облако осенило не одного только и Христа, но всех? Если бы оно осенило одного Христа, то можно было бы подумать, что Голос происходил от самого Христа Потому, евангелист, предотвращая это самое, говорит, что голос был из облака То есть, от Бога Что же говорит голос этот? «Се есть Сын Мой возлюбленный» Если же Иисус есть Сын Возлюбленный Не бойся, Петр, тебе нужно было знать и могущество Его, увериться в Его воскресенье Если же ты не знаешь, то по крайней мере ободрись голосом Отца Если Бог всемогущ, как Он и действительно таков, то и Сын всемогущ Потому не бойся угрожающих опасностей Если же ты все еще не соглашаешься, то по крайней мере рассудись, что Он есть Сын И Сын любимый «Се есть Сын Мой возлюбленный» Если же Он любимый, то не бойся, кто погубит того, кого любит И так не смущайся, хотя бы любовь твоя к Нему была безмерна Но ты не любишь Его так, как любит родивший Его, который о Нем благоволит Аминь Аминь